Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение книги «Притчи Соломона» на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим заключительную, 31 главу. Слова Лемуила-царя, наставление которое преподала ему мать его. Что сын мой, что сын чрева моего, что сын обетов моих, не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам царей, ни царям, Лемуил, ни царям пить вино, и ни князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили сюда всех угнетаемых. Дайте секеру погибающему вино огорченному душою, пусть он выпьет и забудет бедность свою, и не вспомнит больше о своем страдании. Открывай уста твои за беззаконного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего. Такие девять стихов. Здесь мы видим, что слова Лемуила, царя, наставление, которое проповедовала ему мать его, как я говорил уже в предыдущей занятии, в предыдущей главе, это имя такое нарицательное, которое тоже, так или иначе, как одни говорят, принадлежит Соломону, другие говорят, что это была еще какая-то личность, какой-то царь. Так или иначе, мудрости от этого не убавляется в книге притчей Соломона. Все слова Священного Писания боговодохновенны. И мы видим, что здесь Соломону дается совет не быть слишком доверчивой к женщинам, как он пишет в 3 стих, не отдавая женщинам сил твоих, то есть наставлений матери, не путей твоих к убительницам царей. О чем идет речь? Мы помним историю с вами с Самсоном, который действительно был человек умудренный, назарянин, но слишком он был доверчив к женщинам, и это его погубило. Поэтому имеется в виду, что надо все свое доверие и всю свою надежду полагать на Бога. Часто люди ищут в людях других или в женщинах какую-либо опору, либо надежду, но надо помнить о том, что всякий человек ложь. Как мы видели, что сказано, не надейся на правителя. Здесь снова и снова, и не надейся на руководителя, или на князя, на сына человеческого, снова и снова приводится Соломонам такие даются хорошие указания и советы, что во всем нужно полагаться на Бога. Итак, также дается интереснейший совет по поводу злоупотреблением вина, тем более для людей, которые находятся у руля государства, как Соломон был царем, чтобы напившись не забыли закона и не превратили сюда всех угнетаемых. Видим, что я уже говорил о том, что в Священном Писании нет запрета на употребление вина, но есть запрет на пьянство. Поэтому так и сказано, чтобы напившись, то есть не выпив там, а напившись. И в другом месте мы с вами уже неоднократно это видели, что не упивайся, не сказано не пей, а не упивайся. То есть само по себе вино, как сказано, веселит сердце человека. Как я уже приводил этот пример, если бы это было неугодно, то во второй главе Евангелия Тана не было бы истории о том, как Христос пришел на свадьбу в Канг-Галилейскую, где превратило воду в вино для веселья. Поэтому пьянство, оно губительно. Снова повторю, если врачи и человеку, который болеет этой страстью, который приходит уже в болезнь, запретили, то нужно прекратить употребление вина, может быть, даже и совсем. Потому как сказано, искусство врача, оно от господа. Здесь Соломон предупреждает, что нельзя пить вино, упиваться вином, особенно правителям, чтобы не принимать опрометчивое решение. Действительно, человек, представляется, человек, от которого может зависеть очень много, жизненно там тысячи людей, это может быть и миллионы, и вдруг в пьяном виде он принимает какое-то решение, это, конечно, безумие губительно для людей. Итак, а здесь дается уже совет, дайте секеру погибающему вино огорченному душой, пусть выпьет и забудет. Не сказано, пусть упьется, а дайте. То есть, действительно, снова и снова мы так при внимательном даже прочтении буквальном, видим, что запрет на именно упиваться вином, но нет запрета на употребление в умеренном количестве вина. Открывая уста свои за безгласного, дается совет безгласного и для защиты всех сирот. Открою уста твои для правосудия и для дела бедного. То есть, царю как бы дается совет и говорится о том, что на руководителях больше ответственности. То, что потом уже будет сказано в Новом Завете. То есть, кому много дано, с того много и спросится. И об этом премудрый Соломон здесь напоминает. Далее, с 10 стиха и, пожалуй, по 31 главу я прочитаю эту полностью, потому что здесь звучит похвала доброй жене, которую найдет муж. Много раз мы видели, что Соломон возвращался так и так к этой теме. Он говорил, что женщина сварливая, как кости, как гниль в костях мужа, или как капель, постоянно непрекращающаяся, сварливая, шумливая. И теперь вот 31 глава, она как бы возводит хвалу, или так, что ли сказать, что идеал жены. Но отцы церкви, сразу здесь скажу, прежде чем прочитать, они видели в этом образе не только семейные отношения, но в образе жены они видели церковь, верную Христу. И этому есть множество истолкований у отцов церкви. Некоторые из них мы с вами зачитаем. Итак, с 10 стиха по 31 такой, ну, как его называют многие отцы, гимн или хвала, похвала верной и мудрой жене. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, с охотой уработает своими руками. Она как купеческие корабли издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем, и уроченная служанкам своим. Задумывает она о поле и приобретает его от плодов рук своих. Насаждает виноградник, припоясывает силы учресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному и руку свою подает нуждающимся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, вессоны, пурпур одежды ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает и пояса, доставляет купцам, финикийским, крепость и красота одежды ее. И весело смотрит на будущее. Уста свои открывают с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее. Муж дохвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты предошла всех их. Миловидность обманчива, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее. Вот такая вот похвала. Действительно, такие красивые поэтические слова, и как утверждают некоторые филологи, что, в общем-то, это такой поэтический эпос. Даже это чувствуется, когда мы читаем ее в синодальном переводе. Итак, мы видим, действительно, такие удивительные слова. Сказано, что то, что им завершает премудрый Соломон, говорит, миловидность обманчива, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Как я сказал, что некоторые отцы видели здесь, как действительно такие вот супружеские отношения достойны мудрой женщины, которая мудро управляет своим домом. Но также некоторые видели и аллегорические смыслы. Вот, например, тот же Блаженный Августин. Например, он пишет, «Уверенно в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка, она воздаст ему добром и не злом во все дни жизни». Вот что пишет Блаженный Августин. Цитата. «Христос уверен и учит, чтобы и мы уверенность испытывали. Он верил в церковь всем народам вплоть до пределов земли, от моря и до моря. Если бы она не удерживалась до конца, не было бы ей доверия от супруга и ее. Оттого разоряет она мир, проникая повсюду, похищает отовсюду трофеи лукавого. Ибо действует она на благо с большой буквы мужа, а не во зло во всякое время. Именно поэтому эта жена разоряет народы, действуя на благо мужа, а не во зло. Во всякое время производит благо, а не зло. Не себе, но супругу с большой буквы. И здесь он приводит 2 Коринфян 5.15. «Чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Конец цитаты. Множество этих истолкований можно найти. И просто скажу у кого. Блаженного Августина о Граде Небесном на 31 главу книгу притч. Также у Авросия Медиаланского есть у Василия Великого. Например, на 27 стих есть интересное тоже истолкование, когда говорит «Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлебы праздности». Цитата. «Какое зло праздность! Нужно ли говорить об этом, когда апостол явно повелевает не трудящемуся даже и не есть? Поэтому сколько необходимо каждому ежедневно вкушение пищи, столько же необходимо и дело по мере сил. Ибо не напрасно Соломон написал в похвалу. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности». Конец цитаты. Ну, такое более буквальное толкование дает Василий Великий. Ну, пожалуй, я смотрю в своих комментариях у Блаженного Августина. Если интересно кому-то посмотреть аллегорические истолкования, то великолепного гимна похвала верной и мудрой жене можно у него более подробно все это рассмотреть и найти. Итак, мы с вами завершили курс рассмотрения притчи Соломона. Я все время говорил, что мы продолжаем исследования. Конечно, экзогетические исследования требуют большего времени, требуют большего прочтения литературы, более обширных истолкований, но тем не менее в том формате, который предусмотрен нашим порталом экзогет.ру мы с вами, насколько это Господь нам позволил, рассмотрели те или иные притчи Соломона. Думаю, что каждому они из нас были в той или иной мере на духовную пользу. Храни Господь! Продолжение следует... Продолжение следует...